Мэр Москвы Собянин предложил ввести систему электронных пропусков во всех регионах страны. На антизаконное и антиконституционное предложение Собянина немедленно отреагировало Минкомсвязи, заявив, что выдача электронных ошейников для населения будет внедрена в 21 субъекте Российской Федерации. Вот чтобы получить разовый пропуск, гражданам нужно будет указать в мобильном приложении причину выхода из дома, точку назначения и транспортное средство. Причем граждане смогут оформить пропуск только на 24 часа. А при проверке пропуска нужно будет также предъявить еще и документ, удостоверяющий личность. Когда-то это называлось предъявить Ausweis, и мы видели это в фильмах про войну, как население на оккупированных территориях под дулом автомата предъявляло подобный документ гер-офицеру. Хороший подарок народу-победителю ко Дню Победы. Своевременный. Первыми семью оккупированными регионами будут Костромская, Тульская, Ярославская, Тамбовская, Белградская, Владимирская и Орловская области. А на следующей неделе электронные ошейники будут внедряться в регионах Сибири, Поволжья, Дальнего Востока и Северного Кавказа. Якобы это поможет в деле борьбе с коронавирусом. Видимо, Владимир Владимировичу мало протестов в Северной Осетии. Он точно хочет, чтобы еще несколько регионов вышли на массовые протесты. Вот неужели в Кремле настолько оторваны от реальности, что уже всерьез обсуждают, как успешно будут сгонять людей в электронный концлагерь? Тем более, что многие регионы и технические не готовы к такому нововведению. Вот такие, кстати, попытки в апреле уже провалились в Татарстане, Приморье и Саратове. А вот интересно, а как в Кремле будут надевать электронные ошейники на жителей Северного Кавказа? Вот не хочу, не дай бог, чтобы мои слова звучали как призыв к экстремизму, но боюсь предположить, что при попытке надеть на них ошейники, то есть вести эти пропуска, местное население может выкопать из своих огородов и вытащить из подвала в то, что у них там с давних пор припрятано, и предъявите властям вместо пропусков. Вот и что тогда Кремль будет делать? Подавлять массовые протесты? И из каких регионов тогда будут на Кавказ окарать или перебрасывать? Ведь местные силовики, как это уже было в Северной Осетии, а до этого в Ингушетии, откажутся разгонять своих земляков. Потому что потом к местным полицейским рассерженные земляки могут прийти домой и спросить с них за беспредел. И никакие корочки, как говорится, не помогут. А вот потом, кстати, к протестам присоединятся русские регионы. А они обязательно присоединятся. И вот почему. В глубоких регионах Сибири, Дальнего Востока, Урала и Поволжья полно полузаброшенных рабочих городков, где полная разруха и нищета. У некоторой части молодежи там культ АОЕ. Арестантский уклад един. Для которых противостоять ментам и считается почетом. К тому же не везде там есть интернет с новостями об угрозе коронавируса и доступа к порталу госуслуги. Да и вот у старшего поколения нет никаких современных смартфонов, где в мобильном приложении они могут себе оформить пропуск. О удобствах получения которого победоносно заявлял замминистра Минкомсвязи Олег Качанов. Люди там вот едва выживают и никаким коронавирусом их не напугаешь. Но как только их начнут массово штрафовать, то протесты там будут гораздо сильнее, чем в Северной Осетии. А еще есть Тува, Бурятия, Якутия, Калмикия, где своим шаманам больше верят, чем в Москве. И вот получается, чем дальше от Москвы, тем с меньшим энтузиазмом население будет приветствовать строительство электронного концлагеря в стране под прикрытием борьбы с коронавирусом. Я вот стесняюсь спросить, а Путин нарушно провоцирует людей на бунт одновременно в 50-15 регионах, или он реально не понимает, что делает? Может, правы те, кто говорит, что достигнув пенсионного возраста, он уже не отдает отчета своим действиям? И вот если это действительно так, тогда пусть уходит на пенсию, и чем скорее, тем лучше. А если он это делает специально? Ну, куда смотрят генпрокуратура, МВД, Следственный комитет, ФСБ, наконец? Почему его не привлекают за подстрекательство и экстремизм? А как иначе это назвать? Мало того, что людей отправили в бесплатный отпуск за их же счет, ничего им не компенсировав взамен, так еще и на них хотят электронные ошейники надеть по китайскому образцу. Не знаю, но вот Китай хотя бы предложил своему населению взамен на лишение их прав высокий уровень жизни, который уже больше пяти лет превышает российский. А наши правящие режимы не только наш уровень жизни понижает, он и оставшиеся у нас права забирает. Вот на наших глазах в стране происходит захват власти и устанавливается диктатура. И помогать им в этом, добровольно одевая на себя электронный ошейник, я не собираюсь. И другим не советую. Мы не рабы. Рабы не мы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. И пожалуйста, будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова